всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя сегодня я вижу очень популярную модель сумки с использованием фурнитуры из кожзама это центральная часть изделия мне остается связать лишь боковины такие сумочки я встречала из трикотажной пряжи шнура рафии смотрятся отлично и конечно не смогла пройти мимо чтобы не связать ее из джутовой нити я приготовила бобину джута нить полтора-два миллиметра вязать буду в два сложения также у меня приготовлены ножницы сантиметровая лента маркеры на каждом этапе озвучиваю размеры заготовок боковин в сантиметрах и их рядность чтобы вы легко пересчитали на любую пряжу из которой вяжете также я приготовила алюминиевые крючки использовать я буду крючок номер 4 как вспомогательный для соединения деталей и четыре с половиной как основной для вязания полотна все необходимые ссылки для приобретения материалов инструментов я оставляю в описании под этим роликом там оставляю также расход и размеры готового изделия подписывайтесь на мой канал ставьте лайки переходим к работе размеры моей заготовки 17 сантиметров в ширину длина от края до края 52 сантиметра заготовка имеет 40 отверстий с 1 40 с другой стороны среднего размера сейчас я складываю заготовку пополам от нее и отталкиваюсь при расчете вязания боковых частей здесь у меня центральная часть без отверстия я маркирую с одной стороны третье отверстие и с другой стороны третье отверстие это ширина основания здесь вы можете маркировать гораздо шире по вашему желанию то есть основание будет у вас шире либо уже вот у меня сейчас маркирована от маркера до маркера около семи сантиметров это количество петель я и буду набирать беру крючок четыре с половиной миллиметра набрасываю нить на крючок подхватываю длину рабочей нити и формирую первую петлю далее набираю 10 воздушных петель 1 2 и так далее готово можно померить сантиметра или приложить к моей заготовки здесь одна петля пойдет на петлю подъема то есть первом ряду у меня девять точек для провязывания первую точку я пропускаю переворачиваю косу из воздушных и в заднюю перемычку вот она вставляю крючок косичка 2 и и дужки остаются на лице подхватываю нить и провязываю столбик без накида далее тоже самое вторая точка и второй столбик еще одна . столбик без накида 4 и я сейчас в центре своего основания вот в эту центральную точку я делаю добавление провязываю два столбика в одну точку такие добавления по центральной части я буду делать в каждом нечетном ряду первый ряд нечетный поэтому здесь идет добавление можно пользоваться счетчиком рядов далее еще 4 столбика до конца ряда готово на следующий ряд с учетом добавления у меня уже 10 точек для провязывания в конце ряда петля подъема переворачиваю вязание обратный ряд точно также столбиками без накида здесь подхватываю обе дужки кромочной косы и провязываю столбик это четный ряд здесь по центральной части добавление я не делаю вяжу до конца ряда сейчас я в конце второго ряда и начиная со второго ряда в конце каждого ряда я буду добавлять один столбик провязываю последний столбик и в эту же точку провязываю добавление внимательно в конце каждого ряда и четного и нечетного будет такое добавление петля подъема третий ряд нечетный прошлый нечетный ряд я делала добавление в центральной части здесь тоже самое но я не буду делать добавку над добавкой иначе у меня здесь по центру будет вытачка сделаю добавку в этом ряду ну например в этой точке то есть смещаюсь немного в сторону первый столбик за обе дужки кромочной косы второй третий и вот на четвертую точку провязываю два столбика в одну точку готова теперь вяжу до конца ряда в конце третьего ряда снова провязываю два столбика в последнюю точку делаю добавление таким образом у меня получается три добавленных петли на каждые два ряда по одной петле в конце каждого ряда и по одной петле в центре полотна в каждом нечетном ряду рандомно первая добавка у меня была здесь вторая в третьем ряду здесь в пятом ряду где-нибудь здесь в седьмом сделаю по центру и так далее заготовка приобретет клиновидный вид она расширяется от основания петля подъема переворачиваю полотно у меня сейчас четный ряд поэтому добавление будет только в конце ряда так навязываю необходимую глубину изделия ряд за рядом не забываю делать добавление у меня начался двадцать третий ряд он нечетный последний здесь будет также добавление в центре полотна эти двойные галочки хорошо проглядываются у меня шло добавление здесь здесь и здесь далее снова в центре сбоку сбоку в центре сбоку сбоку в центре и так далее последнее добавление здесь значит последнем ряду делаю добавку в первой половине ряду и завершаю последний ряд буду переходить на обвязку здесь в конце ряда в последнюю точку я провязываю сразу три столбика чтобы повернуть на другую сторону готово поворот завершён теперь столбик приходится напротив каждого ряда здесь уже столбик поворота провязан следующая точка и так далее точки чередуются крючок входит то в начало одного ряда то в конец другого сейчас я иду такой обвязкой до следующего угла где буду также переходить на другую сторону здесь в угловую точку также провязываю сразу несколько столбиков для поворота 1 2 достаточно так как угол тупой здесь угол был острый поворот нужен был более выраженный здесь два столбика в одну точку и я уже оказалась на нужной мне стороне край начала вязание нити связываю в полотно продолжаю так до следующего угла снова поворот в одну точку несколько столбиков и завершаю в этой точке в последнюю точку я также провязываю два столбика чтобы на этом углу не было провала я уже прогладила с паром свою заготовку она ровная и одинаковая и и размеры на этом этапе по верхней части 37 сантиметров по боковым частям которые непосредственно вшиваются в заготовку 22 сантиметра с одной соответственно 22 с другой 44 сантиметра напоминаю здесь у меня 52 сантиметра и 8 сантиметров по основанию то есть по сантиметрам у меня эта часть полностью совпадает с этой частью заготовки здесь у меня уже есть маркированные точки это донышко я закрепляю маркерами и петли моей навязанной формы здесь с одной стороны и то же самое с другой стороны соответственно с этой точке я начну эту точку тоже можно зафиксировать чтобы она не съехала количество отверстий по заготовке 40 а количество точек повязанной форме гораздо больше мне нужно это количество подогнать от маркера до маркера я буду пришивать деталь корректируя эти точки готова здесь здесь я удалила маркер перехожу на более тонкий крючок у меня 4 миллиметра вставляю в эту точку подхватываю петлю и вывожу ее на лицевую сторону готова здесь петли не затягиваю потому что шаг между отверстиями больше чем высота ряда у меня вставляю крючок в следующую точку здесь подхватываю соответствующую петлю за обе дужки кромочной косы с помощью рабочей нити вывожу петлю и провязываю соединительную еще раз внимательно здесь у меня есть несоответствие по количеству отверстий и петель когда-то я буду вставлять крючок через одну когда-то подряд в каждую петлю самое главное чтобы по пути к маркеру у меня не собралась полотно и наоборот не было она натянута по размеру она подходит то есть я уже корректирую по ходу каждую петлю смотрю где выходит крючок и в какую точку мне нужно вставить для выведения следующего стежка так прохожусь до маркированных точек и поднимаюсь по другому краю я дошла до первого маркера удаляю его далее вставляю крючок маркированную точку по заготовке и повязанной основе вытягиваю следующую петлю и соединительная далее у меня напоминаю 9 точек по началу моей заготовки и здесь у меня всего лишь 6 точек соответственно где-то я ввожу крючок подряд в кромочные косы где-то через одну для того чтобы эти точки у меня точно также совпали слежу за полотно сумки чтобы она ровно прилегала к заготовки из кожзама продолжаю ряд пришиваю до этой точки ров закончен все точки совпали и отрезаю нить с небольшим запасом вытягиваю последнюю петлю полностью и с помощью еще более тонкого крючка увожу ее наизнанку где можно спрятать в эту же точку последнюю обратите внимание здесь у меня не продолжается обвязка как и здесь она началась с точки пришивания все эту ниточку я подвязываю и прячу меня половина сумочки и уже смотрится великолепно вяжу вторую половину точно также сумка получилась просто загляденье аккуратная и очень вместительная 48 сантиметров ширина изделия 26 глубина прекрасно впишется в любой гардероб еще раз повторюсь замечательно будет из трикотажной пряжи шнура рафии или джута как у меня по поводу подкладки идеально сюда подойдет мешочек на утяжках закрепленный в вязаную часть такие основы есть в разных цветах у меня еще молочное изделие на подходе ссылки для заказа с бесплатной доставкой всего необходимого оставляю в описании под этим роликом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки будет много интересных видео всем пока